Всем привет и добро пожаловать на канал Экспирианс Гейм, с вами я Скиф, это Don't Start Together The Forge, ивент который уже вовсю идет, уже можно фармить сундучки, получать из них крутые клевые вещи, сетовые комплекты и так далее. Продлится это все до 30 ноября. Если вы давненько не играли в Don't Start Together, то хороший повод сейчас именно вернуться и поформить эти вещи, ибо они уникальны и их можно получить только за этот ивент. Но для того, чтобы быстрее получать уровни, здесь есть достижения, давайте мы о них и поговорим, потому что поступают вопросы на тему того, как некоторые достижения выполнять и так далее. Поэтому сейчас бегло пробежимся по всем, поговорим о каждом из этих достижений, и я надеюсь, чем-то вам это видео будет полезно. Ну и давайте начнем. Во-первых, у нас тут есть командные, так скажем, достижения. То есть есть достижения, привязанные к каждому конкретному персонажу, есть просто 6 достижений, которые берутся именно командой, либо же не командой, но за любого персонажа можно взять. К примеру, у нас есть Perfect Runs. Perfect Runs. Это 3 достижения, завязанные на выживание. То есть соло-сурвайвл нам надо ни разу за... за арену не умереть. Тим-сурвайвл, соответственно, все тимы ни разу не умереть. И последнее, третье достижение, это играя за 6 разных персонажей, ни разу не умереть. Сделать это довольно сложно, как вы сами понимаете. Пока что у меня эти достижения не открыты, но я не так много играю. Сейчас пока что, к сожалению, пока у меня нет много времени свободного, но собираюсь чуть позже заняться всерьез уже The Forge и пофармить. Но в соло это будет сложно сделать, то есть имеется в виду в квик-матчах. Здесь желательно играть все-таки тимой. С первого раза навряд ли получится всей тимой не умирать, поэтому немножечко потренироваться. Я думаю, тут можно будет справиться, но это одни из самых сложных достижений. Спидранс, это достижения, завязанные на скорость прохождения самой арены. У меня тут уже два открытых достижения, за 30 минут управиться, за 25 минут управиться. И остался голд спидран, это пройти опять же за 20 минут. Ну и награда, соответственно, растет. То есть 10 тысяч экспы, 20 тысяч экспы и 30 тысяч экспы, соответственно. А чем больше экспы вы получаете, тем быстрее набираете левелы и тем быстрее получаете заветные сундучки. Потом у нас идут достижения, уже завязанные на каждого отдельного персонажа. Но тут стоит отметить, что самое прибыльное по экспе достижение на каждом из персонажей, оно, во-первых, одинаковое для всех персонажей. То есть просто убить главного босса на арене и пройти тем самым арену. И тут дают, как видите, 10 тысяч экспы, что довольно-таки много. Два остальных достижения, они делаются достаточно легко и там нет необходимого условия, ну, на вроде убить финального босса. Их можно выполнить как-то попутно и за них экспы дают значительно так меньше. Но, тем не менее, для тех, кто любит выполнять абсолютно все, или он перфекционист в душе, да и не только, и захочет выполнить все, давайте поговорим все-таки обо всех этих достижениях. Так, у Вилсона первое достижение завязано на уничтожение трех боевых знамен. Эти знамен оставят командиры, которые появляются сразу после кабанов. И следующее достижение, It's a Life, просто воскресить союзника. Ну, это очень-очень просто делается. У Виллоу, чтобы получить 100 XP за первое достижение, надо поразить посохом особой атакой 40 существ, что сделать очень просто. Ну и второе достижение, это остановить крутящуюся черепаху специальной атакой оплавленного дротика, который выпадает, собственно, на самой арене. Делается достаточно легко. Я единственное, что с дротиками на Виллоу не бегал, поэтому не выполнил. Надо будет отдельно заморочиться. Дальше у нас на очереди Вольфганг. И первое достижение у него, это прерывать 5 или более защитных стоек у врагов. Защитными стойками у нас обладают черепахи и Бориллы. Соответственно, надо по ним просто ударить специальной атакой, и их стоечка будет прервана. High Striker делать тоже довольно просто. Надо остановить крутящуюся атаку черепахи, опять же, своей особой обилкой молота. В принципе, вполне себе выполнимо. За Венди у нас, кстати, первое достижение, также прерывать 5 или более защитных стоек у врагов. То же самое, это черепахи и Бориллы. И делается это дротиком, к примеру. У дротика есть специальная атака, которая позволяет прерывать защитные вот такие вот стоечки. Второе достижение несколько похитреет. Это получить менее 100 дамага и сделать более 150 выстрелов из дротика до того, как появятся скорпионы. У VX в первом достижении нам надо поразить 50 либо более целей специальной атакой молота, что делается на Изи. Второе достижение также очень простое. Надо просто остановить вращающуюся атаку черепахи своей тушкой, по сути. Просто бегите на вращающуюся черепаху VX и за счет своей пассивки он ее тормознет. Может не с первого раза, но тормознет. У Виккер Боттон два ее достижения завязаны на использовании усиленной атаки. Потому что когда она нас просто атакует, она со временем заряжает свою атаку. И следующий ее спелл будет именно что усиленный. Именно таким вот усиленным метеором, то есть посохом огненным надо шарахнуть. Это первое достижение. Второе достижение. Три раза кастануть хил, то есть посохом хила, опять же заряженным. Что довольно просто делается. Но скорее всего за либо разные забеги, либо в одном забеге просто взять посох, кастануть один раз, отдать и опять взять допустим хил. Потому что бабка также неплохо может справляться с ролью хила за счет своих вот этих вот заряженных спелов, так скажем. У Вуди также очень простые достижения. Первое это выполнить 20 бросков, ну специальные атаки, 20 специальных атак в общем Люси. Просто очень просто сделать. И остановить, второе достижение остановить и вращающуюся атаку черепахи, опять же Люси. Вес. Первое достижение на 500 экспы. Это просто уничтожить три либо более боевых штандарта за один матч. Второе достижение делается также очень-очень просто. Получить карточку Эксперт Дикой за матч. То есть нам надо бегать, просто отвлекать врагов. А Вес у нас по идее и выполняет эту роль, и другую какую-то роль он выполнять-то не особо-то и может. У Максвелла с достижениями все несколько интересней. Первое его достижение это превратить 25 врагов в камень до появления огненного посоха. Второе достижение требует от нас убить одного из врагов хотя бы теневыми дуэлянтами. Сделать это мы можем, получив огненный посох и просто нанося свою атаку по врагам. Рано или поздно теневые дуэлянты добьют одного из врагов, и достижение будет засчитано. За Викфрид в первом достижении нам надо перевернуть 20 черепах. Делается это с помощью специальной атаки копья. Это единственная атака способная переворачивать именно что черепах. Во втором достижении нам надо воодушевить трех находящихся рядом друзей пять раз. И это делается очень просто, потому что каждая восьмая атака Викфрид врубает это воодушевление. Просто нам находиться рядом со своими оппонентами. У Вебера довольно странное первое достижение, это использовать три специальных атаки за 20 секунд. То есть нам надо просто дождаться, пока наши друзья, те кто с нами играет, в общем-то, посбрасывают духовые дротики. И потом поочередно, один за одним, дротики эти проюзать в течение 20 секунд. На специальной атаке их проюзать. И мы выполним это достижение. По идее, такой вот вариант есть. Ну, либо какой-то другой можете предложить в комментариях. Второе достижение про Ителл, в котором нам надо получить карточку Мерселис. А для этого нам надо надамажить больше всех. То есть, ну, в принципе, это вполне себе реально. Можно воспользоваться тем же огненным посохом, либо дротиком. Вебер довольно неплохой атакующий персонаж. И, в принципе, это можно выполнить. У Веноны первое достижение требует от нас использования специальной атаки за мили оружия, за дротик и за посох. Ну, это всего лишь 500 XP. Второе достижение гораздо проще. Это просто, проще, просто, да. Я понимаю, что повторяюсь, но это 40 юзов специальной атаки. Думаю, не составит труда. Подводя итог, хочется отметить, что тут некоторые достижения откровенно странные. И за них дают не так много XP. То есть, самые вкусные в плане XP это банальная победа лидера арены. Остальные, они все ситуативные, либо надо специально заморочиться. То есть, ситуативные, то есть, как бы вы ни играли, вы рано или поздно их выполните. А заморочиться, это достаточно несложно. Но, тем не менее, надо просто помнить об этом. К примеру, за Венону подхватить, ну, то есть, воспользоваться специальной атакой мили оружия. Потом взять дротик. Ну, дротик, это, наверное, у кого-то из своих товарищей может попросить взять юзнуть. Либо они рано или поздно их выбрасывают, заменяя на какое-то другое оружие. А тот же посох, это самый быстрый вариант. Взять хил, один раз проюзать. Либо же, Венона, бывает, часто берется в роли хила. Поэтому, для нее это тоже не составляет проблем. Ну, всего лишь 500 XP. Это не так-то много. Но, с другой стороны, 500 XP лишними тоже не бывает. Чем больше XP мы получаем, тем быстрее набираем уровни. Вот. И, в общем-то, все это достаточно-достаточно полезно. Ну, и, как бы, стоит отметить тот момент, что, допустим, Perfect Runs, это самое сложное, наверное, достижение. Где нам надо не умирать. За них дают больше всего XP. И это, пожалуй, справедливо. Ну, здесь, как я уже говорил, нужна сыгранная команда. Потому что в соло, в квике вы, конечно, можете выполнить достижения. Но... Сомнительно, на мой взгляд. Пишите, выполнили ли вы все достижения. Собираетесь ли вы выполнять все эти достижения. Падают ли вам крутые шмотки с сундучков в The Forge. Ну, и надеюсь, вот это вот мои небольшие-таки пояснения на тему достижений в этом ивенте вам как-нибудь помогут. Если так, то ставь лайк, подписывайся, если ты все еще этого не сделал. И на этом всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok